Здравствуйте друзья, в этом обзоре мы с вами рассмотрим продукт от Bestcon, производителя умных устройств для экосистемы Broadlink, реле, светильники, розетки, контроллеры управления. Все эти устройства функционально не отличаются собственно от самого Broadlink, включая интеграцию в Home Assistant, но при этом стоят значительно дешевле. Герой обзора светодиодная гирлянда, с одной стороны она является автономным устройством, с другой, чем-то вроде аксессуара для умного ЭК контроллера, который может отправлять команды по инфракрасному каналу, с помощью него гирлянда может интегрироваться в умный дом. Поэтому я и решил сделать этот обзор, в котором мы рассмотрим практически кейс такой интеграции в Home Assistant, который также применим в качестве шаблона и к другим девайсам, у которых есть пульт управления. Название Bestcon Broadlink Fairylight Модель USB 10W RGB Длина 10 метров Количество диодов 100 Уровень защиты IP44 Рабочая температура от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия Питание USB-A Каналы управления вручную и инфракрасный 3-5 метров Поставляется гирлянда в обычном зип-кульке, тут все очень компактно, несмотря на длину в 10 метров. К слову, размер кулька всего 18 на 12 сантиметров. Вот все, что там нашлось. Управляющий контроллер с USB разъемом, пульт управления и небольшой буклет с инструкцией. Инструкция на английском, тут есть описание основных функций кнопок пульта. Что касается раздела, где описана работа с приложением, то это относится к инфракрасному контроллеру, который покупается отдельно. Гирлянда управляется только по ИК-каналу. А вот и сам контроллер с ИК-приемником, единственной кнопкой, которая переключает режимы гирлянды, и USB-A разъемом для подключения к источнику питания. Корпус сделан из полупрозрачного пластика, это позволяет спрятать ИК-приемник внутри, для лучшей защиты от внешней среды. Пульт управления имеет 24 кнопки. В верхнем ряду находятся кнопки включения и выключения, таймер при его активации, гирлянда работает в режиме 6 часов светить, 18 часов не светить, и скорость смены эффектов. К слову эффекта тут 4, кнопки для их вызова находятся справа, остальные это цвет свечения гирлянды. Тут используется батарейка CR2025, она чуть тоньше более привычной CR2032, но на самом деле можно ставить и ее. Разница 0,7 мм по толщине. Гирлянда весьма тонкая, провода в силиконе. Защита IP44 и диапазон рабочих температур от минус 20 градусов, позволяют использовать ее и на улице. Плотность 10 светодиодов на метр, соединение между ними двухпроводное, однако они могут светить одновременно разными цветами, подобно адресным диодам. Гирлянду можно запитать от любого источника с разъемом USB, в том числе от Powerbank. Это дает большую свободу выборов применений, в том числе и на улице, для оформления автомобиля и так далее. При работе гирлянда потребляет около полутора Ватт. Это декоративный светильник, предназначенный для атмосферного освещения. Так что особенных требований к блоку питания нет, подойдет практически любая зарядка от телефона. Управляется гирлянда по и к каналу, дрожание которое ловит камера визуально не видно. Кнопки цветов просто вызывают соответствующее освещение диода. Эффект фейт плавно меняет цвет диодов. Джамп то же самое, но быстрее и без перехода. Тоже делают и асинхронные режимы, но в этом случае светодиоды светят разными цветами, поэтому я сравнил их с адресными. Спид меняет скорость смены. Если включить таймер, гирлянда должна мигнуть один раз, после чего она через 6 часов выключится, и включится снова через 18 часов. При выключении таймера, она мигнет дважды. Для работы в Home Assistant я буду использовать ИК-контроллер бро, длинки и одноименную интеграцию. Ссылки на обзоры я оставлю в описании. Для удобства я все скомпоновал в один файл пакетч, по которому мы сейчас подробно пройдемся. Метод описанный тут, можно использовать для любых устройств, управляемых по ИК-каналу. Первый скрипт предназначен для обучения, по сути он нужен только один раз. Ранее для Бродлинг, Xiaomi и тому подобных устройств использовали свои собственные сервисы, сейчас все унифицировано. Для обучения используется команда Remote Learn Command. Отправлять ее можно или на устройство, там будет длинный цифровой код, или на сущность, имя которой копируем из интеграции. Этот способ нагляднее. Назначаем имя устройства, его выбираем самостоятельно. Оно нужно, чтобы Home Assistant компоновал команды, относящиеся к тому или иному девайсу. Это позволит создавать команды с одинаковыми именами, но для разных устройств. Далее перечисляем команды, которым будем обучать контроллер. Можно и все 24, но я для примера взял 7. Еще один момент, если вы назовете команду просто on и off, то в базу они запишутся как true и false. Далее будет использоваться универсальный сервис отправки команд, remote send command, который будет отправлять на указанный контроллер команду. Кстати, обучать можно один, а отправлять на другой, если у вас несколько Broadlink и или Bestcon. Указываем имя устройства, откуда брать записанную команду. То же самое, что мы использовали при обучении. И далее записанную команду. При необходимости можно отправлять несколько команд или повторять одну несколько раз. Как это делать я показывал в обзоре ИК контроллеров, ссылка в описании. Аналогичный скрипт для отправки команды выключения. Все то же самое, кроме имени команды. Также я оформил и команду управления скоростью смены эффектов, но при желании можно применить методику, при помощи которой я сделал переключение эффектов. Для нее в этом пакедже я создал новый объект, выпадающий список. В нем я сделал 4 пункта для каждого из эффектов. Название и дал аналогичное тем, как я назвал команды, но на самом деле они могут быть любые. Следующий раздел автоматизация для смены эффектов. Ее триггером будет служить смена состояния выпадающего списка. Обработку событий с триггера можно делать разными методами. Если название пункта выпадающего списка аналогично имени команды, то можно сделать через шаблон, пример показан в моем уроке по изучению сцен, ссылку я оставлю в описании. Тут я решил показать более громоздкий, но при этом универсальный метод, который позволяет использовать любые имена в списке. В селекторе пишем имя первого пункта. В действиях пишем, какую команду отправлять с контроллера при выборе этого пункта выпадающего списка. Повторяем для каждого из пунктов в меню. Как я и сказал, получается громоздко, но сама автоматизация делается очень быстро. Скопировал, вставил с заменой только имени пункта списка и команды. Сюда при желании можно добавить и те команды, которые я сделал отдельными скриптами, и остальные команды с пульта. Посмотрим, как это работает. Вывел все в интерфейс. Запускаем скрипт обучения. Уведомления о первой команде. Направляем пульт на базу и нажимаем соответствующую кнопку. Повторяем для каждой из команд. Проверяем. Все сохранилось в папке Storage, файл с названием Broadlink Remote. Вот сырые коды каждой считанной команды. Они могут отправляться с любого ИК контроллера Broadlink. Тестируем. Включение гирлянды. Эффект Fade. Плавная смена цветов. Jump. Резкая смена. Асинхронная плавная смена. Пробуем менять скорость. Еще один асинхронный эффект. Понижаем скорость. Выключаем. Хотя я изначально сомневался, стоит ли делать обзор по этой гирлянде. Вроде как и не совсем умный дом. Но потом решил, что практический пример интеграции устройства при помощи инфракрасного контроллера может быть полезен. Тем более, что герой обзора в какой-то мере позиционируется как аксессуар к такому контроллеру. По самой гирлянде, с учетом ее стоимости, вполне неплохое праздничное украшение с возможностью как ручного управления, так и через умный дом. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кроме ютуб канала, я веду еще телеграм канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы, упомянутые в видео, а также мои проекты, посвященные умному дому, телеграм канал, каталог устройств, форум, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч!